Это был шестой уникальный цикл лекций о Михаиле Чакир, священнослужителе и инициаторе книгопечатания на молдавском и гагаузском языках. Сегодня такие чтения в Гагаузии стали доброй традицией. Первые чтения прошли в 90-е годы, когда различные процессы вызвали потребность общества в объединении на основе духовно-нравственных ценностей. Эти чтения приносят большую пользу для духовно-нравственной жизни православных людей. Личность протеерея Михаила Чакира более ста лет привлекает внимание ученых, священнослужителей и исследователей своей пастырской и просветительской деятельностью во благо народов Бессарабии. Для гагаузов Михаил Чакир стал первопроходцем в деле церковного богослужения, религиозного образования прихожан и формирования будущей письменности на гагаузском языке. Им было продолжено изучение проблем этногенеза, истории и культуры гагаузов. Самое важное для меня, что чакирские чтения проводятся именно в Чадрелунге, где родился Чакир. И это святое место, освященное самим Чакиром, и оно посылает свою энергию этим участникам, которые здесь, вы видите, со всего мира, и батюшки, и попы, и священники. Шестые международные чакировские чтения очередной раз продемонстрировали стремление соединить усилия общественности различных государств, православной церкви, науки, сферы образования и культуры в осмыслении задач, поставленных перед обществом сегодня и в перспективе. Он своим личным примером показывал духовно-нравственные ценности нашего народа. Ведь потеря духовно-нравственных ценностей, она равносильно потере идентичности и растворения целого народа, исчезновения его с лица земли. Вот в чем смысл. Михаилу Чакир молдавскому и гагаузскому священнослужителю и просветителю в этом году исполнилось бы 154 года.